Вы где-то были Вы где-то, или он был, я был, мы были где-то, вам нужно будет использовать глагол was или were в английском языке. Также, если вы хотите спросить, был ли он где-то, а был ли ты где-то, опять же, нужно использовать именно эти глаголы. Посмотрим все по порядку, начнем мы с утверждений. Как сказать, что я где-то был, или он где-то был, или мы где-то были. Итак, I was in Paris last month. Переводится как я был в Париже в прошлом месяце. Строится предложение довольно просто. Обязательно нужно сказать кто, потом слово был, и потом уже где. So I was in Paris last month. Я был в Париже в прошлом месяце. We were in the park yesterday. Мы были в парке вчера. То есть везде, где у нас подлежащим будет ношное число, а тут может быть мы, или, скажем, вы, или они, везде нужно использовать глагол were в форме были. Ну, здесь еще похоже и сходство с русским языком. Они были, мы были, вы были. Это будет все эквивалентно слову were. Отрицание. Чтобы сделать отрицание, нужно добавить глаголу was или were в частицу not. So was not. И чаще говорят wasn't в сокращении. Were not. Чаще в сокращении говорят weren't. So wasn't. Weren't. Was not. Were not. I wasn't in Berlin last month. В прошлом месяце я не был в Берлине. Тут хочу сказать вам о одной ошибке, которую очень часто употребляют многие люди, которые изучают английский язык. Особенно во времени past simple. Многие знают то, что в past simple нужно употреблять вспомогательный глагол did. И это так сильно входит в подсознание человека, что он везде хочет сделать отрицание с помощью didn't. Когда мы говорим выражение не был, нужно употреблять wasn't. Многие говорят как I didn't be in Berlin. Это является ошибкой правильно говорить I wasn't in Berlin, I wasn't in Paris, например, и так далее. То же самое, конечно же, с глаголом were. So we weren't at school yesterday. Мы не были в школе вчера. We weren't at school yesterday. Мы не были в школе вчера. Чтобы поставить вопрос, необходимо глагол was поставить в начало предложение. Was he in Brazil last month? Был ли он в Бразилии в прошлом месяце? Был ли? Was идет вперед. Was he in Brazil last month? Такого просто можно ответить двумя способами. Yes, he was. No, he wasn't. Да, он был. Нет, он не был. Данная форма является так называемым кратким ответом. И именно так правильно и вежливо отвечает на этот вопрос. Не просто yes or no, а желательно yes, he was, no, he wasn't. Причем с повторением того местоимения, которое было в вопросе. То есть если в нашем вопросе было местоимение he, он, нам нужно использовать местоимение he в ответе. Предположим, речь идет о человеке, которого зовут Марк. Was Mark in Brazil last month? Имя Mark тоже лучше заменить на слово he. Yes, he was. No, he wasn't. So was Mark in Brazil last month? Yes, he was. Был, Mark, в прошлом месяце в Бразилии? Да, он там был. Посмотрим еще несколько вариантов вопроса. Were they in Japan? Были они в Японии? Опять же, yes, they were. No, they were not. В отрицании, в кратком ответе, лучше не сливать, а разделить выражение were not. Итак, были ли они в Японии? They. Мы повторяем это же слово в кратком ответе. They. Или повторяем его в отрицании. Заменим выражение they на your friends. Were your friends in Japan? Были твои друзья в Японии? Yes, they were. Опять же, в ответе лучше заменить на местоимение. Да, они там были. No, they were not. Нет, они там не были. И посмотрим на последний вариант вопроса. Was she in Moscow? Была ли она в Москве? Was she in Moscow? Yes, she was. Здесь пропущено слово she. Да, она там была. Соответственно, no. Здесь запятая по отрицательному сапогу. No, she wasn't. Раз мы говорили про запятые, скажем, что после yes или no в кратком ответе принято писать запятую в письменной речи. So, no, запятая she wasn't. Yes, запятая she was. Ну, опять же, заменим слово she на женское имя, скажем, Мария. Was Maria in Moscow? Опять же, yes, she was заменяем на местоимение. No, she was not. Это все, что я хотел вам рассказать о глаголе to be, то есть о вариантах was или were, как были, как был или были в прошедшее время в английском языке. Продолжение следует...